Слышно меня хорошо. Всем привет. Я Александр Алексеев, лид-дата-сайентист в Озоне. Вот уже 6, больше, чем полгода, месяцев лидирую задачу автоматизации пополнения склада и как ядро этой задачи это прогноз продаж. Пару слов о том, что сегодня мы будем обсуждать. Естественно, большую часть, подавляющую больше времени будем говорить про машин-лёрнинг, но какую-то часть затронем бизнес применения этого машин-лёрнинга, потому что вот такая у меня профессиональная деформация, мне приходится не только заниматься машин-лёрнингом, но и общаться с внутренними заказчиками этого машин-лёрнинга, а это порой сложнее. Давайте начнем с того, зачем вообще нужно что-то автоматизировать и почему нельзя делать руками, почему нельзя склад пополнять руками, ну в смысле отправлять эти заявки поставщикам руками. Такая особенность бизнеса, такая особенность интернет-магазина Озон, что в нем огромный ассортимент. В нем каждой ручке, есть 10 разных вариантов этой ручки, каждого платья есть 10 вариантов платья. У нас больше 2 миллионов наименований товаров одновременно лежит на складе и больше 50 тысяч каждый день нужно пополнять и заказывать у внешних поставщиков. С нами работает больше 2 тысяч партнеров, это наши поставщики, только в классической части e-commerce, а еще у нас сейчас поднимается marketplace, но пока об этом я даже не думаю. У нас есть 8 fulfillment центров, для каждой из которых нужно прогнозировать, сколько из какого-то конкретного региона, который этот fulfillment центр обслуживает, будет куплено того или иного товара и сколько, соответственно, нужно у поставщиков туда заказать. И в какой-то момент мы поняли, что в отделе закупок, то есть это люди, которые занимаются отправкой экселек и получением этих экселек обратно, уже работает огромное количество людей, экселки перестали вылазить на жесткие диски ноутбуков. И если ты работаешь с таким большим количеством партнеров, и у тебя такое большое количество людей работает в закупках, неизбежны человеческие ошибки, неизбежно то, что кто-то из поставщиков привезет нам больше, кто-то меньше, кто-то не то, да и не только поставщики, но и наши, мои коллеги, сотрудники, они могут случайно забить не ту цифру, не в ту ячейку. В общем, мы оценивали, что любая ошибка, то есть на 1% больше, если мы закупим, мы вложим лишних 10 миллионов рублей в товары, в товары, которые в эти 10 миллионов рублей можно было бы вложить что-то другое. Ну и в общем, в 21 веке уже, наверное, люди могут заниматься более творческими вещами. Я про вот этих 50 человек, которые у нас работают в отделе закупок. И можно часть их работы автоматизировать. Давайте переходить к основной теме, к машин-лёрнингу для прогнозирования продаж. И начнем вот с чего, с очень простого вопроса. Куда на этом графике пойдут, вот эта продажа абсолютно реального товара в нашем абсолютно реальном магазине, куда они пойдут? Может ли кто-то ответить в момент принятия решения, куда пойдет этот график дальше? Может ли кто-то ответить на этот вопрос? Наверное, никто не может. И я тоже не могу. А, наверное, если кто-то может, то он ошибется. Потому что невозможно на этом графике нет ни осей, непонятно, что это за момент времени, что это за товар. И таких вопросов можно придумать огромное количество, и все равно всего мы не учтем. Мы все равно не ответим на все вопросы о том, какой бэкграунд у этого графика, как ответить на вопрос, куда пойдет дальше. И зависит это может от огромного количества факторов. И хочется дать небольшую, ну назовем это, сразу, правда, сразу дам правильный ответ, но и в то же время один из возможных способов объяснить, почему этот ответ правильный. Этот способ вот на нижнем графике есть из графика изменения цены, голубеньким цветом озон, красненьким, оранжевым цветом наш какой-то конкурент. Вот, и видим, что озонная цена в какой-то момент упала, благодаря каким-то действиям ценообразователей, а у конкурентов она не упала. Поэтому продажи у нас пошли вверх. Но в какой-то момент, вот в тот момент, который был закрыт от вас в самом начале, конкурент тоже снизил цену, и продажи наши вернулись примерно на тот же уровень, на котором были. И кажется, что мы довольно неплохо объяснили то, почему график пошел вниз. На самом деле мы с вами не наблюдали огромное количество факторов, и помимо цены здесь еще играло роль, конкретно в этом кейсе играло роль то, что большая часть конкурентов этого товара внутри нашего магазина, то есть это какая-то ручка, еще 10 других ручек, были недоступны по какой-то причине. И поэтому продажи этой ручки пошли вверх. То есть мы объяснили только часть этого феномена, но не объяснили какую-то их другую составляющую. Соответственно, попытаясь спрогнозировать, куда же продажи пойдут дальше, и до какого уровня они опустятся снова, мы бы с вами не смогли правильно ответить, даже если бы имели вот эту информацию в самом начале. Давайте попробуем теперь ответить на то, какой прогноз лучше. Вернемся снова к этому графику и добавим три варианта прогноза для такого графика. И пытаясь ответить на этот вопрос, мы снова начнем с вами спорить о том, если мы зададим этот вопрос человеку, который занимается оптимизацией количества товаров на складе, он скажет, что синий прогноз лучше, потому что у нас склад не будет завален, бог с ним, что мы не уловили какие-то огромные продажи в период начала, середины октября, бог с ними, зато у нас на складе полный порядок. Если мы спросим человека, чьи KPI завязаны только на продаже, он скажет, что красный прогноз значительно лучше, чем синий, потому что мы все продали, у нас все время товар был на складе, а то, что у них какие-то проблемы на складе, нас не волнует. Если мы спросим еще у кого-то, он скажет, ну оранжевый лучше, потому что это ни вашим, ни нашим, и давайте действовать, чтобы всем было плохо или наоборот всем было хорошо. И мы не придем с вами к единому мнению, если не введем какую-то метрику. И еще на берегу не договоримся о том, как мы будем оценивать, чего мы, во-первых, ждем от прогноза, во-вторых, как мы потом будем его оценивать. И вот тут это как раз часть касается бизнес-применения машинлернига, в том, что если вы на берегу не договорились с нашими заказчиками, что им нужно, то потом будет полный мрак. Потом в каждый момент, когда у вас будет прогноз 5, продажа 4, будет начинаться паника, а почему мы перепрогнозируем. А потом у вас будет прогноз 5, продажа уже 6, и мы опять будем начинать панику, почему мы недопрогнозируем. Нужно договориться в начале пути о метрике, понять, чего ждать от такой метрики и ждать именно этого. Не чудо какого-то, что все будет происходить прекрасно, а ждать именно этого. Вот этот прекрасный дяденька, у которого была какая-то тактика, он ее придерживался, вот примерно об этом я и говорю. Нужно ее избрать и придерживаться. Мы выбрали для себя в построении модели машинного обучения для прогнозирования метрику МАЕ. Почему? Потому что ввиду особенностей нашей обучающей выборки. Поскольку у нашего магазина такой широкий выбор, большинство товаров в каждом конкретном регионе продаются в небольших количествах. Какое-то конкретное зеленое платье с конкретными пуговицами продается 2, 3, 5 штук в день. В сумме зеленые платья продаются много, а вот какое-то каждое конкретное продается немного. Поэтому у нас, когда мы сели обсуждать с нашими бизнес-заказчиками, а какой прогноз вам нужен, мы все-таки пришли к тому, что да, выбросы будут, мы не будем на них обращать внимания. Мы будем стараться предсказывать основной тренд. И выбросы могут быть почему? Потому что пришли какие-то оптовые покупатели и купили у нас сразу 20 учебников. Какой-нибудь классный руководитель собрал деньги и купил 20 учебников. Бог с этим классным руководителем. Главное, чтобы общий тренд продаж, естественно, будем иметь какие-то запасы, главное, чтобы улавливать общий тренд продаж. Итак, давайте теперь перейдем к тому, как мы двигались в сторону развития прогноза. Мы начали вот с чего. Мы взяли и построили самый тупый прогноз, который только может быть. Это случайное число от 0 до 1000. И получили метрику МАЕ равную 496. Из чего можно сделать вывод, что это худший прогноз, который можно придумать. Ну, наверное, можно придумать хуже, но это очень плохо. Если мы получим такую цифру, это значит, что мы делаем что-то очень плохо. И начали дальше играть в людей, которые знают, как можно предсказать прогноз без какого-либо машинлернинга. А давайте предсказывать продажи на неделю, как продажи за среднюю неделю продажи этого товара. И получили уже метрику 1,45, метрику МАЕ. Это уже значительно лучше, чем 496, но это еще не предел. Дальше, продолжая эти рассуждения, мы пошли, а может быть не средние продажи важны, а то, что в последнее время происходит. И взяли продажи за прошлую неделю. И получили метрику уже 1,26. Это еще лучше, чем 1,45. Дальше мы сказали, ну, наверное, и то, и то важно. И давайте возьмем 50% от прошлой недели, 50% от средней недели, и посчитаем метрику, и попробуем так прогнозировать. И получили 1,23. И в какой-то момент мы сказали, а давайте попробуем собрать небольшую обучающую выборку, просто сколько товара было продано на таргетной неделе, сколько за предыдущую, сколько в среднем за неделю, и попробуем обучить на этом простенькую линейную регрессию. И получили вот такие коэффициенты 0,55, 0,46. Что приятно видеть, что сумма 0,55 и 0,46 больше, чем 1. Совсем чуть-чуть. Это значит, что в целом наблюдается растущий тренд по сравнению с прошлыми продажами и средними продажами. Получили метрику качества 1,2. И сделали из этого вывод, что какой-то потенциал для применения машинлеринга в нашей задаче есть. И сели генерить фичи. Какие еще фичи, помимо продаж за прошлую неделю, продаж за среднюю неделю, могут быть нам полезны. Сели генерить фичи. И вот тут очень важная штука, что мы не сели это делать внутри команды Data Science, а мы пошли к людям, которые видят эти цифры каждый день. Мы пошли к людям, которые занимаются закупками, и спросили, ребята, от чего зависит то, сколько купят на следующей неделе. И мы начали выслушивать самые сумасшедшие идеи, которые нам бы никогда не пришли в голову. Одна из них – это недавно женщина, которая занимается закупкой игрушек. После того, как мы объяснили все, что мы учитываем, какие фичи у нас есть в прогнозе, она сказала, так мне получается, свинок нужно будет руками закупать. Я говорю, почему руками? Мы абсолютно точно улавливаем какие-то тенденции. Оказалось, что в следующий год – год свиньи, и она ожидает рост игрушек мягких в виде свиньи, о чем, естественно, наш прогноз знать не может, потому что нужно 24 года истории для того, чтобы улавливать эти 12-годичные тренды, того, что что-то, что содержит название слова «свинья» будет расти. И мы надсобирали от них огромное количество всего, что только можно. Это были, естественно, такие простые вещи, как прошлые продажи, а просмотры, как меняется цена, какая она была до момента прогнозирования и какой она будет после, а какая дата, это под Новый год или это 8 марта. И собрали из них 170 признаков. Мы каждую из этих тем развернули на несколько признаков. То есть это прошлые продажи, это продажи за прошлую неделю, за 2, за 3, за 4, за ровно год назад, а какие продажи были во всей категории, в которой находится товар за прошлую неделю, за 2, за 3, за 4. Если это просмотры, то тоже неделя, 2, 3. Потом мы начали смотреть комбинированные признаки. А какая конверсия просмотров в продаже, а какой она была 2 недели назад, а как она менялась за все это время. А что это может означать? Это может означать, что товар невыгодно расположен. Он был расположен где-то выгодом на нашем сайте, конверсия была очень большой, а потом наши коллеги из поиска в поисковой выдаче понизили этот товар, и конверсия у него стала хуже, потому что люди меньше доверяют тому, что находится в нижней части поисковой выдачи. И таким образом мы пытаемся ловить, что с товаром как-то он эволюционировал за последний месяц, и использовать эти знания эволюции для того, чтобы сделать прогноз на ближайшую неделю. Очевидно, что если у тебя есть прошлые продажи, и если бы мир был абсолютно стационарным, то нужна была только одна фича, сколько продали за прошлую неделю, вот столько продадут и за следующую неделю. Однако все остальные фичи помогают сказать, а как же будет отличаться продаж на следующей неделе от продаж за прошлую неделю. Расскажу о самых крутых фичах, которые дали на самой большой фичи Impotence. Это очевидно, что это продаж за прошлую неделю, за три, за четыре. Очевидно, что это доступность. Что такое доступность товара? Это какой процент времени товар присутствовал на сайте. Почему вы его могли купить ноль раз? Его могли купить ноль раз, потому что его не было. Потому что его какой-то человек не закупил или какой-то поставщик нам не привез. Это угловой коэффициент. По прошлым продажам что это такое? Мы поставили семь точек, семь продаж за семь последних дней, привели по ним прямую и взяли угловой коэффициент. Таким образом, какой-то тренд уже внутри недели, чтобы словить. Очевидно, отношение цены прошлой к будущей дает огромный прирост качества, потому что мы даже на предыдущем примере видели, что если будет огромная скидка, очевидно, товар начнут покупать сильнее, чем до этого. Количество прямых конкурентов. Прямые конкуренты имеются в виду внутри нашего сайта. Если это ручка, значит, у нее есть 10 или 20, или может быть в этот раз 2 всего, 2 ручки конкурента. Или она вообще единственная в своей категории, тогда продажи будут довольно стационарно. Двигаться, то есть продажа на прошлой неделе будет очень похожа на продажи на следующей неделе, потому что, по сути, никаких альтернатив нет. Это внезапно оказались габариты товара. Оказалось, что размер, масса, длина, ширина – это очень сильно влияет на то, как, зная прошлые продажи, сказать о будущих продажах. Это было для нас внезапно, мы пока не очень понимаем, почему, но как-то так. Почему-то, например, длинные и узкие, они значительно больше похожи на их продажи на предыдущую неделю, на будущую и на предыдущую неделю. Это феномен, который мы не знаем, как объяснить. В общем, вот он есть. Удочки под это подходят, какие-то палки. Вот такие дела. Ну и очевидно, что номер дня в году подсказывает то, на каком этапе года мы находимся. Это под Новый год, под 8 марта, есть какие-то очень сезонные продажи. Очевидно, что если в октябре продажи какой-нибудь незамерзайки, они небольшие-небольшие, и потом как только ударит первый мороз, наши люди сразу закупают огромное количество незамерзайки. Вот наша модель теперь знает, что из года в год это происходит примерно в конце октября. Окей. Дальше хочется сказать про сложные фичи. В чем сложность? Сложность в формулировках, на самом деле, не в вычислении, а в том, как их сформулировать. Первое – это отношение продаж к просмотрам за все время, деленное на отношение продаж к просмотрам за последнюю неделю. Что это? О чем это говорит? Это говорит о том, что в среднем конвертировались просмотры в продажи вот так, а за последнюю неделю вот так. И мы нашли отношение этих двух величин. Оказывается, что эта фича имеет большое влияние на то, как предсказать по прошлым продажам будущие продажи. Точно так же конверсии просмотров в добавлению в корзину с разных полок на сайте. А как с этой полки просмотры конвертировались в добавление в корзину? А как с этой полки? Ну, полки имеются в виду какие-то разные области на сайте. Где-то там твои персональные рекомендации, где-то поисковая выдача, где-то еще что-то. И прикольно, что отношение продаж за последнюю неделю к продажам за четыре последних недели, это просто, если эта цифра близка к одной четвертой, то прогноз может принять практически любые значения. Ну, потому что, значит, все идет более-менее стационарно. За четыре недели продали в четыре раза больше, чем за последнюю. Если цифра далека от одной четвертой, то вот как раз там и находятся самые непредсказуемые вещи, там какие-то всплески продаж находятся. То есть идет какой-то процесс, и, значит, вряд ли можно сильно полагаться на прошлые продажи. Ну, это я рассуждаю как человек, если бы меня обучали по этой выборке, но я все-таки чуть-чуть одушевляю те модели, которые мы обучили. Расскажу о том, как мы собирали обучающую выборку. Обучающая выборка – это боль. Эта боль собиралась очень долго, и так происходит всегда, когда тебе нужно данные за большое количество времени назад. Почему так? Потому что за это время даже в самом идеальной системе сбора данных всегда произойдет что-то в духе, а раньше эту цифру мы считали вот так, а потом пришел к нам какой директор, который уже уволился и сказал, что теперь нам продажи нужно считать вот так, и их начали писать тот же столбец. Это произошло в какой-то момент, который никто не записал в какой. А еще просмотры мы раньше считали по какому-то одному сервису, который помогает нам аналитику сайта давать, а теперь по какому-то другому, и начали писать тот же столбец. А вот тут у нас сервер какое-то время лежал, но мы не записали точно с какого дня по какой, поэтому эти нули не означают, что это нули. И для того, чтобы собрать выборку, мы просто две недели ходили по разным хранителям данных и спрашивали, а какие у вас есть данные, а у вас, оказывается, есть одни и те же, они почему-то не равны. И выбирали какие-то, которые нам казались лучше. Мы две недели просто ходили и спрашивали, что у кого есть. И как-то собрав все это, мы попробовали сначала на пандасе написать, ну не знаю, почему естественно, попробовали написать на пандасе, это все очень работало плохо и долго, и мы отказались от этой идеи очень быстро. И написали на спарке огромный кусок кода, который очень медленно работает, но при этом он позволяет пережевывать огромные объемы. То есть мы лазим по таблицам, которые десятки миллионов строк в них, мы как-то агрегируем какие-то данные. То есть нам нужно, например, собрать фичу продажи за последнюю неделю. Значит, нам нужно по всей нашей выборке пройтись по конкретным датам, отсчитать неделю назад. Это не звучит очень сложно, но на деле, когда у тебя появляются все более и более сложные фичи, это становится все сложнее и сложнее. Мы написали 2000 строк кода, и работают они сейчас у нас в бою. Ну вот когда нам нужно для каждого конкретного дня для 50 тысяч товаров посчитать, ну где-то часа 2-3, наверное, просто лазят по таблицам в ходу и собирает фичи. Сам расчет длился 4 дня. Мы подняли огромные вычислительные кластеры, на них считали. Четверо суток, днем и ночью мы следили за тем, как это происходит, и собрали выборку из примерно 15 миллионов сэмплов. После очистки осталось 10. Очистка – это что такое? Это когда ты уже смотришь на значение своих фичей и понимаешь, ну это маловероятное значение. Скорее всего, это что-то аномальное, и нам не нужно на этом обучать нашу модель. Например, какой-то товар продавался, 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 а потом раз, и у него две недели нулей. Ну, наверное, просто мы на этапе очистки самих данных не обнаружили эти нули, и мы довольно смело выбрасывали сэмплы, которые нам казались странными, которые нам казались, либо это 3 сигма, либо это какие-то распределения. В общем, мы довольно смело отбрасывали кажущиеся нам неправильные сэмплы, и у нас осталось 10 миллионов сэмплов на 170 фичей. Вот такой датасет – это то, с чем мы работали в конечном итоге. 170 фичей – это вот ровно то, о чем я только что рассказывал. Продажи прошлые за 2-3 недели, просмотры, добавления в корзину, все что угодно. Собрали такую выборку и начали обучать на них модели. Начали обучать на ней модели, естественно, начали с линейной регрессии, обучили ее очень быстро и получили метрику уже 1.15, если помните, в последний раз я говорил про 1.2. Это кажется, что это совсем небольшой прирост, возможно, это так и есть в значениях именно этой метрики, но когда у тебя выборка 10 миллионов, в которой средние значения примерно 5, 10, 15, вот это изменение на такое небольшое количество пунктов метрики МАЕ уже дает сильный прирост хотя бы в визуальной оценке качества. Если в конечном итоге продавать, это придется продавать в хорошем смысле слова своим бизнес-заказчикам, и для них это повышение радости, в общем, оно несоизмеримо с уменьшением этого МАЕ. Дальше мы попробовали из Scalern Random Forest Regressor, получили еще лучше, попробовали XGBoost, и XGBoost все было бы хорошо, только очень долго. Очень долго. У нас, к сожалению, не было доступа к GPU для обучения XGBoost и LightGBM. У нас были только процессоры, и очень долго одна модель на 10 миллионах сэмплах обучалась с теми параметрами, которые мы для нее подобрали. Поэтому, возможно, если бы XGBoost обучался быстрее, мы бы остановились на нем и не пошли бы дальше, но мы попробовали найти что-то более быстрое. Это был LightGBM. Он обучался в два раза быстрее и качество давало еще даже чуть-чуть лучше. И на этом мы решили остановиться и потратили большое время на то, как создать такой пайплайн обучения моделей. И это на самом деле не так просто, когда кажется, что 600 секунд – это всего 10 минут. Это не так долго. Но когда тебе нужно перебрать параметры, когда тебе нужно как-то проверить потом твое конечное решение, отказаться от него обучить и снова подобрать параметры, каким-то random search'ем или чем-то еще, это огромное количество времени. И нам нужно было обучить 130 моделей. Мы разбили все товары на 13 категорий по физическому смыслу. Ноутбуки, бутылки воды, столы, мониторы. И мы разбили на 13 таких human readable кластеры. И для каждой из них обучили 10 моделей на 10 разных глубин прогноза. 5, 6, 7, 8, 9, 10 дней и до 15, по-моему, на 6 или до 16. До 16 дней глубина прогноза. И сейчас расскажу о каких-то шишках, которые мы набили в процессе обучения LightGBM и о том, как, возможно, этих шишек… Это, возможно, поможет кому-то здесь избежать этих же проблем. Первая проблема – это как подбирать параметры. К сожалению, в тот момент, когда мы находились, это было несколько месяцев назад, в тот момент мы плохо подумали и начали пользоваться Randomized Search CV. Это известный тул для того, чтобы перебрать параметры, гиперпараметры. Мы начали ловить то, что LightGBM почему-то на них начал падать. То есть ты ему даешь огромный… У нас там 72 ядран, например, было. Мы даем LightGBM указаном EndJobs равно 72, а Randomized Search CV и EndJobs 1. И все не то, что вот это хорошо бы оно падало. Оно не падает, оно просто в какой-то момент начинает глохнуть. То есть у тебя все меньше и меньше ядер используется, и ты ставишь это на ночь, уходишь домой, возвращаешься, у тебя не прошло там и двух-трех каких-то итераций, потому что все просто заглохло и не упало при этом. И мы, в общем, долго с этим пытались найти, гуглили, пытались что-то придумать. Единственное, что работает, это у LightGBM самого указывать EndJobs 1, а Randomized Search CV параллелить за счет Randomized Search CV параллелить этот процесс. Но проблема здесь в том, что Randomized Search CV под каждый из этих джоб начинает загребать память себе в оперативу. То есть я не знаю, как это устроено у него внутри, но он начинает загребать чуть ли не весь датасет себе под каждую одну из таких джоб. И, соответственно, тебе нужно очень сильно расширять объем оперативной памяти, которую, то есть, возможно, жертвовать даже количеством ядер за счет того, чтобы набрать как можно больше оператива. Дальше такой трюк, который нам пришел в голову только уже ближе к концу, это использовать параметр CallSampleBy3. Это параметр LightGBM, который говорит о том, какой процент фичей отдать каждому лернеру. Мы использовали его, сначала варьировали его в широком диапазоне, но остановились на диапазоне 0.2-0.3. Почему? Потому что, когда у тебя работает в продакшене вся эта машина, какие-то таблицы могут отсутствовать в какую-то конкретную… Он у нас ночью этот расчет происходит. Какие-то таблицы могут отсутствовать в какую-то конкретную ночь. По разным, по самым разным причинам. И какие-то фичи могут посчитаны быть неверно. И такая регуляризация позволяет сделать так, чтобы эти неверно посчитанные фичи заоффектили хотя бы не всех лернеров внутри этой сложной ансамбль модели. Ну и как-то эмпирически мы пришли к тому, что нужно побольше делать количество эстиматоров и посильнее закручивать регуляризацию. Вот эта схема у нас сработала. Я не говорю о том, что это какое-то единое правило, как работает с LED-КБМ. Вот эта схема у нас сработала в нашей задаче. Как можно больше эстимейтеров для того, чтобы модель была, с одной стороны, посложнее и могла уловить зависимости в этих 170 фичах, а с другой стороны закручивать ее регуляризацию, потому что она очень любит, если этого не делать, она начинает очень сильно перепрогнозировать для товаров, которые еле-еле продаются, только у них происходит какая-то одна случайная продажа, чуть более-менее высокая, они сразу начинают перепрогнозировать ее выше. Почему-то мы ловили такой эффект и побороли его именно этим. Побольше эстимейтерс, посильнее закручивать регуляризацию, там есть много для этого параметров, и альфа регуляризационный там есть, и можно максимальную глубину дерева менять. В общем, закручивали мы пожестче, количество симметров делали побольше. Дальше, после того, как происходил этот random search, мы выбрали 10 наилучших наборов параметров, и для каждого из них уже глазами считали дополнительные метрики. Мы считали myE для разных диапазонов таргета, то есть как мы ошибаемся для таргетов равных нулю, как для таргетов равных 1, 2, 3, и в каком-то диапазоне мы считали myE для разных диапазонов таргетов. Мы строили learning curves, то есть мы выбрасывали, например, часть обучающей выборки и обучали снова с такими параметрами. Где мы находимся? Новые данные уменьшают лосс на тесты выборки или нет? Мы достаточно внимательно изучали вот эти 10 параметров, потому что изучать миллион параметров глазами – это очень сложно. В общем, мы разработали для себя вот такой пайплайн. Долго-долго работает random search, отдает тебе 10 лучших параметров, 10 лучших наборов, и дальше с ними работаешь визуально. Если среди них так ни один тебя не удовлетворил, снова random search. Вот так примерно мы работали в пятером, по-моему, 5 или 4-5 дней. Мы промышленным темпами обучали модели. То есть мы дежурили, кто-то ночью, кто-то утром просыпался, смотрел, что там происходит. Вот эти 10 лучших параметров отсматривал глазами и либо перезапускал, либо сохранял эту модель и ложился подальше. То есть в таком режиме мы работали примерно неделю. И в конечном итоге мы обучили 130 моделей. Как я сказал, 13 типов товаров, и для каждой 10 глубин прогноза. В каждой было по 170 твичей, и в среднем мое у нас получалось примерно один. Это, с одной стороны, может выглядеть круто, как бы средний модуль отклонения у вас равен единице. То есть вы в среднем отклоняетесь на единичку. Это же вроде очень круто, но это очень круто, если только у тебя в твоей обучающей выборке этих единичек, например, не большая часть. И тогда это как бы уже 100% ошибка. И как показывает анализ результатов, единички предсказываются хуже всего. Потому что единичка, то, что этот товар купили один раз за неделю, не говорит на самом деле ничего о том, хороший это товар или плохой, покупается он или нет. Один раз может продаться все, что угодно, в самый случайный момент найдется человек под какую-то свою конкретную статуэтку, он ее купит. И это может ни о чем не говорить ни о будущих продажах, ни о прошлых. Поэтому единицы предсказываются сложнее всех, и мы нашли этому физическое объяснение и не стали из-за этого расстраиваться. Что дальше? Мы обучили прогноз, мы закончили математическую часть. То есть мы обучили прогноз, у которого нормальное распределение ошибки с нулевым средним, где-то дисперсия больше, где-то меньше. Мы закончили часть, которую могут делать только математики, только дата-сайентисты. Теперь нам нужно отдать этот прогноз в мир и сказать, вот теперь вы можете с помощью него как-то закупаться. Вы можете покупать ровно по прогнозу, можете меньше прогноза, больше, в зависимости от ваших задач. И вот теперь в этот момент возникла необходимость как-то применить наш прогноз для бизнеса. И мы на скорую руку набросали такой алгоритм, который кажется очень простым и даже, возможно, слишком простым. Но тем не менее он отлично работает у нас уже, наверное, несколько месяцев. Алгоритм такой. Мы обучили некий мета-алгоритм, входом которого является прогноз продаж. Этот мета-алгоритм, он имеет всего два параметра, K и B, и берет от бизнеса, от бизнес-заказчика по каждому товару некий X, это процент времени, который бизнес-заказчик хочет, чтобы этот товар находился на складе. То есть он говорит, например, 95%, и мы в качестве X по сравнению 95% или 50%, это хоть не очень важный для нас товар, есть там масса заменителей, ничего страшного, если его не будет 50% из недели на складе. Мы обучили такой алгоритм, который, во-первых, лосс, мы оценили стоимость от перезакупки каждого товара и от того, что лишние руки будут разворачивать и класть эту стиральную машину на полку, а это там 15 минут работы каких-то грузчиков одних, а если раскручивать ручку, то это 10 минут работы каких-то других людей, которые получают разные зарплаты. И мы попытались посчитать, сколько стоит перезакупить и сколько стоит недозакупить каждый товар, сколько для нас это стоит. Невозможно учесть какие-то вещи типа имиджевых потерь, если у нас не будет какой-то айфона в первый день продажи айфонов, наверное, это имиджевые потери, но как их оценить, мы пока не придумали, поэтому там скорее есть такие вещи только измеримые. И обучили его на такой странной выборке, мы взяли часть, отложенную от тех 10 миллионов и внесли в нее случайный шум с дисперсиями, которые мы померили статистически из качества работы поставщиков с нами. Они нам привозят, например, плюс-минус процентов 10 от того, что мы у них заказываем в среднем. Мы добавили к нашей обучающей выборке этот шум. Они нам привозят плюс-минус 2-3 дня от того дня, когда пообещали. Мы добавили в обучающую выборку случайный шум. И таким образом мы построили выборку, которая пытается моделировать реальный мир. И теперь мы сказали, а сколько нужно прибавить к нашему прогнозу? Д – это дисперсия нашего прогноза. Какое количество дисперсий нужно прибавить для того, чтобы минимизировать потери в деньгах в нашем реальном тяжелом мире, в котором все плохо, в котором выпадает снег, машины не приезжают, в котором люди болеют, и все, что мы могли учесть, мы это учли. И обучили эти параметры K и B для каждой модели. И теперь к прогнозу добавляем вот эту прибавку. Прибавку, которая также зависит от X, пришедшего к нам от руководства и говорящего, что этот товар нам обязательно нужен, а этот товар может и отсутствовать. И вот вся эта система в целом уже дает ответ, сколько нужно купить. Помимо предикшена есть еще вот эта прибавка, которая говорит, сколько в итоге нужно купить. Сейчас чуть-чуть отвлекусь от какого-то машин лернинга и обучения. Все вместе это собралось в такую большую систему, которая каждую ночь в час ночи запускается, выбирает для каждого товара наилучшего поставщика по огромному количеству критериев. Это на самом деле не только цена, есть еще куча всего. Это скорее люди из коммерции могут перечислить, какие есть пункты в контрактах с поставщиками. Там есть масса всего. И отсрочка платежа дается. Еще куча всего, во что я не очень вникаю на самом деле. Куча параметров контрактов с поставщиками, из которых можно выбрать наилучшего просто по приведенной цене, у кого в итоге дешевле будет купить. Прогноз продаж и формирование заявок, исходя из расписания этих поставок поставщиков, исходя из цифр, посчитанных, как я показывал на прошлом слайде. Теперь, как это все работает? Работает это так. Мы в час ночи запускаемся, затягиваем около 20 гигабайт данных из разных SQL-источников, абсолютно разнородных, поддерживаемых разными людьми, затягиваем в себе в HDFS. Дальше 5000 строк с парк-кода это все переваривают. И в итоге мы примерно к 6 утра, к 7 утра отдаем на стол людям, которые отвечают за то, чтобы нажать одну кнопку, и это все улетело поставщикам. Мы отдаем им на стол практически уже чуть ли не Excel. Просто таблицы, которые нужно нажать по нажатию одной кнопки, улетают поставщикам. То есть теперь человеческий фактор хотя бы с нашей стороны минимизирован, и с другой стороны учтен человеческий фактор с внешней стороны, вот с помощью этого случайного шума, о котором я говорил. Выглядит это все довольно громоздко. Мы используем Airflow для скеттлинга, запуска алгоритмов один за одним. Выглядит это все примерно вот так. И на первых порах мы, те, кто с Airflow сталкивался, знают, что белые квадратики должны закрашиваться в зелененькие, вот снизу вверх или в каком-то порядке. И мы на первых порах сидели всю ночь дежурили, смотрели, как квадратики закрашиваются в зелененькие. И я не привел график. Жаль, мы построили для себя график распределения коммитов от времени суток. И там в общем в час ночи вся эта штука взлетает, и там к часу ночи такой большой всплеск, потом все затихает до 5 утра, потом в 5 утра это все где-то падает, и в 5 утра новая волна, и там до 7 какие-то сумасшедшие люди программируют, и к 7 утра все в итоге досчитывается. Используем мы Airflow и используем. Хотел какой-то дать этому оценку, но не стал. И естественно, когда у тебя такая ответственная задача, если мы что-то не закажем, Озон останется без этих товаров. Когда у тебя такая ответственная задача, как я говорил, ошибка в 1%, это уже 10 миллионов, а ошибка, если вообще ничего не заказать, то есть на 100%, это естественно огромные затраты. Мы обвешались мониторингами. Мы на каждом, в самом начале, после того, как данные затянуты, мы проверяем автоматически свежесть всех данных, мы находим столбец, в котором указана дата, определяем, что эта дата отстает от сегодняшней даты на какой-то допустимой для нас величину. Мы повесили себе оповещение в Slack, мы дежурим ночью. Кстати, оповещение в Slack – удобная штука. Тебе в чатик приходит, во-первых, любое сообщение, которое ты хочешь, с любыми смайликами, с чем угодно, и этот тред кидает тебе трейс ошибки. Вот это очень удобная штука. То есть тебе не нужно лезть и смотреть в код, что там у тебя упало, тебе в Slack приходят прямо с трейсом ошибки, и ты, соответственно, знаешь, кому звонить, кто вот это место написал, кому звонить, кого поднимать. Мы приходили дежурить по ночам, сейчас уже значительно меньше, слава богу, нашим дата-инженерам, которые… спасибо, в смысле, нашим дата-инженерам, которые налаживают, налаживают, улучшают, улучшают, укрепляют наше хранилище данных. Ну и, конечно, это автоматическая проверка результатов, и сложно… вот что, что. Как проверить результаты прогноза? Как проверить, что то, что мы спрогнозировали на следующую неделю 5, это правильно? Ну, проверить это можно только через неделю, правильно это было или нет. Но есть какие-то… Вот мы придумали какие-то евристики, сравнивать с прошлыми неделями, и мы знаем, как примерно какие-то средние, или средние отклонения продаж будущих от продаж прошлых. Повесили какие-то евристические проверки на качество нашего прогноза, чтобы, опять же, получить оповещение о том, что что-то сейчас явно пошло не так, мы как-то отклонились от прошлых недель, как-то слишком странно. Ну, примерно 8 марта это происходит, это абсолютно легитимно, потому что там продажи действительно растут очень сильно неделя к неделе. Мы повесили вот такой прекрасный мониторинг. Естественно, наверное, не видно конкретных цифр, да они и не важны. На самом деле важна, скорее, некая масштабность этого, и хочу подчеркнуть необходимость этого, потому что каждый день ты будешь следить за какими-то метриками качества работы своего алгоритма, но ты все равно… Все равно нужно видеть эту картину в целом, и вот если мы посмотрим на верхние столбики, такие разноцветные, то мы увидим, что такая бирюзовая нижняя часть, она потихоньку становится все меньше и меньше. А это не бирюзовая часть, это процент товаров, которые мы угадали с точностью от 0 до 20%. Ну, да, что мы ошиблись от 0 до 20%. И этот столбец падает. Это значит, что наши модели устаревают, а это значит, что их нужно переобучать. И это какой-то вырезанный из контекста пример, но он говорит, вот для нас он сказал вот что, что нам пришло время модели переобучать. Они протухают и, возможно, появились какие-то новые паттерны, которые наши модели уже не знают. Мы их обучали, например, в июле, и мы знаем только то, что было до июля. А вот то, как прошла подготовка к первому сентября, мы уже не знаем. Подготовка, в смысле все покупают тетрадки, ручки и все такое. Уже этих знаний у нас нет, и их почему-то сейчас не хватает. Рассказал практически все, что хотел. Расскажу классный побочный эффект, который мы получили абсолютно бесплатно. И этот побочный эффект, что поскольку у нас есть 170 признаков, мы по ним генерим прогноз. Мы теперь берем все эти 169 признаков, замораживаем, один начинаем менять и смотрим, как от этого меняется prediction. Например, естественно, самое интересное в этом во всем, как меняется prediction, если менять цену. Таким образом, мы взяли и построили модель того, как меняется спрос на товар в зависимости от скидки, которую планируют наши ценообразователи на будущую неделю. И что важно, что эта эластичность, она зависит не только от самой цены. Спрос зависит не только от изменения цены, но и от того, какая сейчас обстановка. Вот этот пример, который здесь нарисован, это как раз одни и те же самые санки летом и зимой. Сделан такой эксперимент. И зимой, как мы видим, что делаешь небольшую скидку, точнее, наоборот, летом, если делать небольшие скидки, это все равно никак не помогает санкам продаваться. А потом с какого-то момента появляются люди, которые готовятся они летом, и они начинают их покупать. То есть до какой-то скидки мы все равно не можем достучаться до части мозга, которая отвечает за планирование зимних покупок летом. А зимой это просто работает, как для обычного товара. Делаешь скидку, товар продается быстрее. Наверное, на этом практически все. Отдельно я не сделал отдельного слайда для багов Spark, которые мы нашли за эти продолжительные месяцы написания кода на нем. Мы, конечно, надо признаться, намучились, но мы намучились в первую очередь от того, что сами были с этим не очень знакомы. И, возможно, каких-то вещей, если бы мы… Короче, самый главный совет – читайте, читайте, не документацию, а лезьте в интернет и гуглите, если у вас что-то не получается. Вот мы столько шишек набили себе. Есть одна вещь, про которую даже Spark говорит, что они это знают. Если взять из таблицы, заселектить какое-то количество столбцов, получить одну таблицу, потом из этой же таблицы заселектить, получить другую таблицу, поджойнить эти две, то все сломается. Хотя, казалось бы, не должно. И даже Spark знает о том, что у него это есть и, честно, об этом признается. Там ленивые вычисления, и спастись от этого можно только тем, что сбрасывать все ленивые вычисления. Получил какую-то новую таблицу, мы даже функцию специально написали, называется BumpDF у нас. Это функция, которая превращает твой DataFrame в RDD и обратно в DataFrame. То есть это не делает, по сути, ничего, но сбрасывает все ленивые вычисления. И вот этим можно себя обезопасить от большого количества проблем, которые в Spark есть, и вот он прямо признается в том, что они у него есть. Осталось совсем немного времени. Расскажу еще о двух вещах. Мы планируем, конечно, машинлёрнинг развивать. Вот тот, о котором я сейчас рассказывал. И это развитие от нас требует сам бизнес, который, в кавычках, к сожалению, планирует тоже расти. И нам сейчас уже приходят разговоры о том, что это сейчас у вас цифры по продажам каких-то платьев 10-20, а пройдет еще какое-то время, у вас, во-первых, платьев будет 10 раз больше, мы будем 10 раз больше разных видов платьев продавать, а во-вторых, они продаваться будут 10 раз больше. И поэтому ваша обучающая выборка уже устареет, она морально устареет, и вам нужно будет делать новые. И мы к этому потихоньку готовимся. Вот так примерно планирует Озон развиваться и расти. И мы для себя, дата-сайентисты, понимаем, что нам придется как-то думать над использованием старых данных, каким-то образом это устаревание передавать модели. То есть эти старые данные, они релевантны, но уже для другого магазина, который был в прошлом, а теперь есть тот магазин, который в будущем. И как их использовать, как модели передать эти знания, мы пока над этим активно думаем. Ну а непосредственно команда, которой я руковожу, команда дата-сайентистов, которая занимается этим проектом. Я руковожу конкретно этим проектом. Мы планируем, мы сейчас активно изучаем кластеризацию временных рядов. Мы хотим покластеризовать наши товары не по физическому смыслу, а по характеру кривой, который описывает их продажи от дня ко дню. На самом деле тема очень живая, кластеризация временных рядов. Было неожиданно. В медицине очень много где применяется. Люди научились много чего измерять у человека, но пока не научились интерпретировать эти измерения. Читал очень много интересных статей. В основном почему-то в Китае очень живая эта тема. Вот в первую очередь в медицинских исследованиях что-то к человеку подключают датчики, что-то меряют, а потом не могут интерпретировать. И кластеризуют просто эти временные ряды. И дальше смотрят, а почему эти пациенты, попавшие в этот кластер, чем они похожи в реальной жизни. Вот так мы хотим кластеризовать наши товары на некие, это будут какие-то сезонные, это будут какие-то, которые традиционно плохо продаются, которые традиционно хорошо. Это такой вектор развития, у этого другой. И потом попытаться выделить item-based фичи, которые подскажут, когда товар только появился, подскажут, а какой же будет у него паттерн. Это пока что такая наша главная ресерс-задача. Мы ей сейчас занимаемся. Ну, естественно, мы хотим увеличивать глубину прогноза, добавим новые фичи, и мы как-то подключимся к какому-нибудь API, который нам поможет подсказывать погоду. От нас это очень просят люди, которые торгуют, торгуют, плохое слово, которые продают не замерзайку, шины зимние, которые продают новогоднюю всякую атрибутику, она начинает активно продаваться, когда снег первый выпадает. И очень много еще всего, что зависит от изменений погоды. Зонтики, дождей и все такое. Курс валют, естественно, на продажу электроники влияет, и пока мы его не учитываем, и тоже собираемся к чему-то подключиться, пока еще ни к чему не подключились. Ну, много еще хотим выдумать классных фичей, вот таких вот из жизни. Просто из жизни, что бы еще мы могли взять, и что бы мы могли еще поиспользовать. Например, раз он сейчас активно делает рекламу на внешних каких-то площадках, там иногда это телевизор, иногда это какие-то бигборды. Возможно, как-то использовать эту информацию тоже. Ну, и самое для нас интересное, это прогноз новинок, когда у тебя вообще нет никакой истории. Как предсказать спиннер, что он будет так продаваться, я пока не знаю. Как предсказать новую книжку какого-нибудь условного Дэна Брауна, когда она выходит, и ее там раскупают. Одну книжку раскупают, а другую нет. Как понять, что эту будут раскупать, а эту не будут, пока мы таких фичей еще не придумали, и вот как раз этим активно занимаемся. На этом у меня на самом деле все. У меня вот есть такой слайд, и я готов ответить на вопрос. Можно, да? Или там первый? Думаю, что да. Ну ладно, хорошо. А куда смотреть? Давайте с меня. Да, спасибо. Спасибо за доклад. Вопрос по оценке. Вот вы говорили, что использовали МАЕ, но при этом после этого говорили о том, что МАЕ не очень хорошо, в том смысле, что у нас есть очень много товаров, и я так понимаю, наверное, там большинство товаров продаются очень мало, там один или там еще какая-то. Ну, смотря за какой промежуток времени, но да. Вот, и соответственно, я не знаю, почему это не нормировать, например, на там усредненные продажи за прошлое время, плюс один там, чтобы нулей избегать и на ноль не делить. Вот почему так не делать? Не знаю, почему так не делать. Это, возможно, хорошая идея. Ну, ладно. Мы думали о процентных ошибках, но понимали, что нам нужно что-то... Мы не придумали хорошего решения для нулей, прибавлять к ним и 0,5 нам не нравилось, по разным причинам и единицу прибавлять нам не нравилось к знаменателю. Почему-то у нас не срослось с процентами, а вот эта идея о том, чтобы делить на средние продажи этого товара, ну, на самом деле, мы просто об этом не думали, но в целом идея классная. Так, на первый взгляд, кажется, что идея хорошая. Спасибо. Здравствуйте. Я тут. Да. Я хотел спросить, а как вы сравнивали, вот когда вы модель сделали и, что называется, в прот ее покатили, как вы это дело сравнивали с Excel-ками, с тем, что люди делают? Вы параллельно считали в Excel-ках и в модели и сравнивали, что получается? Да, конечно. Первый месяц у нас работало два прогноза, наш, новый, который мы разработали, и старый, который он там, на самом деле, ну, не совсем в Excel-ках каких-то, но он был очень примитивный. Да, мы просто сидели и сравнивали. Мы накапливали, мы накапливали месяц статистику, чтобы потом посчитать по ней метрики. Да. А как вы изменения какие-то в своем прогнозе, вы их тоже пускаете так параллельно и сравниваете? На самом деле у нас за все то время непродолжительное, которое мы разрабатываем, было, это сейчас всего вторая версия прогноза. Поэтому у нас пока что не стоит задачи выкатывать какие-то изменения и делать это там с какой-то частотой. У нас есть возможность включить его просто параллельно, чтобы он писал там свои результаты в какую-нибудь базу, подождать две недельки, накопить информацию, а потом просто сравнить, не переключать. То есть переключаться после того, как ты уже убедился, что он работает хорошо. Вот так. Да? Здравствуйте, спасибо за доклад. Возможно, глупый вопрос. Я просто не очень понял, как работает предсказание. Я правильно понимаю, что вы предсказываете по одной из 13 категорий товаров? Например, каковы будут продажи санок любых видов, либо каковы будут продажи платьев любых видов? Мы предсказываем конкретные санки и конкретные платья. А, то есть для конкретной модели… Мы обучили модель для всех санок, а предсказываем с помощью нее для каждых конкретных санок. А каким образом потом корректируют… Это же решение все равно принимается вручную. Конкретным менеджером он смотрит на предсказание и дальше принимает решение как бы поверить ему, либо добавить сколько-то, либо сколько-то убавить. Нет, это не так. Это решение уже принято нашей математикой. В этом и фокус. В том, чтобы… То есть менеджеры, они заказывают ровно столько, сколько предсказывает ваша система? Во всяком случае, так об этом говорят, да. Новинки, которые люди понимают, что это будет что-то взрывное, естественно, мы не беремся… Мы пока не умеем этого, мы пока не говорим о том, что мы это умеем. И, естественно, книгу Дэна Брауна и айфоны в первый момент и какие-то модные штуки, о которых мы слово «мода» пока не формализовали никак, мы, естественно, не лезем в эту сферу. И один коротенький вопрос. Какой фреймворк используете для нейронных сетей? Мы нейронные сети не используем. А, это не нейронные сети? Нет, это LightGBM. Это градиентный пустинг. Мы пробовали нейронные сети, но ничего хорошего зато у нас не получилось, а нам нужно было быстро, и вот поэтому… Можно даже сказать, что не пробовали, потому что это было очень непроложительное время. Вот еще… Так, так. По поводу метрики. Вот, значит, выбрали мое, да. Вот очень классно, что вы рассказали, что надо на берегу определиться. Вот это… А потом, наверное, все-таки бизнес интересует, ну, даже когда определились на берегу, все хорошо, по этой схеме поработали, вывели в продакшн, наверное, все-таки людей интересуют какие-то уже там более такие приземленные вещи, как померить все в деньгах, насколько стало лучше после того, как мы запустили вот эту классную штуку. Вот… Вы, наверное, это делали, да? То есть, вот такие вопросы всегда возникают, да? То есть, ну, то есть, из каких-то соображений определили там формальную модель, метрику, а потом уже в реальной жизни надо как это проверить, насколько вообще это все в целом работает вообще, да? Мы движемся в правильном направлении, насколько прибыль там улучшается и все. Дело в том, что этот прогноз разрабатывался в первую очередь, ну, точнее, так скажем, по одной из причин, по которой мы взялись применять этот машин-лионник, было в том, что Озон хотел перейти от закупок на фиксированную глубину, там, на 20 дней, на 30 дней, перейти к цикличным поставкам. То есть, когда у поставщика есть расписание, нам нужно заказывать от одной поставки до другой. Соответственно, и не хранить никаких остатков на складе дополнительных, никак не страховать себя. То есть, закупать ровно столько, сколько у тебя купят за короткий промежуток времени. И наш прогноз разрабатывался специально для того, чтобы была возможность перейти на такую парадигму закупок. И, соответственно, нам на первом этапе было очень сложно отделить, а какой же в деньгах вклад от перехода на новую парадигму закупок, которая произошла одномоментно с выпуском нашего прогноза, какую часть от этого внесла эта новая парадигма, а какой наш улучшенный, уточненный прогноз. Но мы провели тест, мы взяли старый прогноз и попробовали его применить в новой парадигме. То есть, прогнозировать на эти же короткие промежутки времени и в данный момент сказать о том, что как бы правильно выразиться. Безусловно, качество нового прогноза оно лучше. Проблема в том, что довольно сложно эту цифру померить. Мы сейчас этим занимаемся, но мы не можем дать никакого я, мне не позволяет совесть сказать вам, что да, мы померили и получилось лучше. Потому что мы меряем сейчас. Вот так. Мы меряем сейчас и это на самом деле не просто померить, потому что жизнь вносит огромное количество изменений каждую секунду. Каждую секунду у нас меняется парадигма то мы подписываем новые контракты с поставщиками, по которым вот такие-то, такие-то у нас с ними договоренности. А этих договоренностей не было в прошлом. Соответственно поставщики, например, начали возить как-то более точно. А раньше они возили менее точно. И соответственно сравнивать такие же промежутки времени в прошлом и в настоящем довольно сложно. Ввиду того, что очень сильно меняется окружающая среда. Мы работаем над тем, чтобы показать эту разницу в деньгах. Мы работаем над этим. Вот так. То есть ответить мне в данный момент нечего. Это хороший ответ. Спасибо большое. По поводу еще вот это библиотек. А Катбуст вы не пытались использовать в самом начале? Пытались и получилось плохо. Плохо. Возможно, потому что неправильно пытались. По скорости или по точности? По точности. Скорость нас... К скорости не было претензий, по точности все было не очень хорошо. У нас на самом деле категориальный признак там всего один. А насколько мне известно, Катбуст специализируется или не специализируется, разрабатывался под категориальный признак. Он на самом деле всего один у нас категориальный признак. А с остальной 169 численные признаки. Возможно, это дело в спецификах конкретно нашей задачи. Возможно, возможно... Или, возможно, мы неплохо его применяли. Это тоже возможно. Окей. По поводу... Еще один момент, последний. По поводу переобучения модели. То есть вы говорите в какие-то модели в какие-то моменты времени по показателям видно, что надо переобучить на новых данных, что она... Да, да. Это у вас сейчас ручное решение и ручной процесс, да? Сейчас это ручной, как я сказал. А не было идей или, может быть, по каким-то причинам вы решили это не автоматизировать, например? Так же, как ночью. Вы собираете автоматические данные, строите прогноз. Можно же так же сделать, казалось бы, и автоматическое переобучение модели в какой-то момент. Мы этого не сделали, потому что сейчас всего лишь третья версия у нас выходит. У нас... тот период, тот момент времени, когда мы можем переобучить модели, он обусловлен тем, когда мы подойдем с новой... А, вопрос о том, старые модели переобучить. Я правильно понимаю? Да, да. Ну, то есть переобучить просто ту же самую модель, но на новых данных. В какой-то момент определять этот момент автоматически, запускать процесс. Я понял. Мы этого не сделали, мы в данный момент успеваем выпустить новую версию раньше, чем старая начнет сильно устаревать. То есть у нас, поскольку раз в месяц это происходит, вот только сейчас мы заметили это падение, я на том графике, который я показывал, это было уже сейчас 25 октября, по-моему, 26-е. Мы только сейчас начали замечать это протухание, и вот прямо сейчас мы катим новую версию. Поэтому у нас как бы ни разу еще не возникло необходимости старые модели переобучить. Потому что у нас появляются новые, добавили новые фичи, добавили какие-то новые интересные штуки к ним. То есть у нас не возникает необходимости переобучить, и в будущем она обязательно возникнет. Мы же закончим и трясешь в какой-то момент. Мы же скажем, хватит машинного обучения, давайте оставим это в покое и будем действительно переобучать. И вот тогда мы перейдем к этому вопросу. То есть тут на самом деле это фактор молодости этого проекта. Нам еще не нужно было этого делать ни разу. Окей, спасибо большое. Время вопросов подошло к концу. Вы можете задать, если у вас какие-то остались вопросы в дискуссионной зоне напротив выхода. А сейчас, Александр, можете выбрать самый интересный вопрос. Мне больше всех понравился, по-моему, самый первый вопрос, который был не вопрос, а вопрос-предложение. Почему вы не сделали так? И мне кажется, мы действительно попробуем сделать так, как молодой человек спросил. Вот, этим мне этот вопрос понравился. вопрос-предложение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...